Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я снимаю для вас очередной влог. Он будет максимально уютным, просто домашним, что я делаю за кадром в обычной жизни. Потому что суббота, воскресенье у нас нигде ничего не работает. Да и вообще с понедельника все магазины абсолютно закрываются из-за карантина. Жалко, конечно, потому что я все прикупить то, что я хотела не смогла. Я не купила подарки на Новый год. Например, маме, бабушке ничего абсолютно не купила. Также я на днях должна была пойти в гости к жаре. А сейчас я думаю, где покупать подарок. Поэтому все это дело отменилось. Гляньте, какой бардак у меня в шкафу. Надо здесь обязательно прибраться, убрать все, что не нужно. Например, светлые джинсы. Естественно, зимой я их носить не буду. Или вот такие кофточки летние совсем. И надо выбрать, что же я надену на мукпанг. Я стараюсь делать так, чтобы вещи не повторялись. Но в конце, смотря на свои видео, я понимаю, что я постоянно в одном и том же. Уже просто давным-давно пора поменять постель. А это кто? И это кто? Кто здесь позирует, а, маме? Кто позирует? Этот засранец разбудил меня сегодня в 6. Облизывает, мяукает, что я хочу жрать. У тебя корм там? Какой жрать? Видите, он не хочет, чтобы я про него плохие вещи рассказывала. Ладно, ладно, не буду. Он самый хороший у нас. Субтитры сделал DimaTorzok То ли я как-то неправильно поместила в вазу, почему-то мои розочки очень быстро начали вянуть. Некоторые в хорошем состоянии, а вот некоторые уже все закончили жизнь самоубийством. Но букет просто бомба. Гляньте, как красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, прошел уже час. Как вы видите, уже здесь идеальный порядочек. Сзади я положила вещи, которые не так часто используют, так скажем. Оказалось, что у меня места настолько много, что еще сюда можно что-то положить. Когда все лежит аккуратно, видите, и места для всего хватает. Вот дальше. Здесь у нас вещи. И вот здесь я протерла, все аккуратненько положила. Я вам, наверное, до не показывала. В общем, здесь тоже был ужасный бардак. Здесь у меня лежит лампа, средства для маникюра. Некоторая убавь, которую я вообще не ношу, годами просто так лежит в коробке. Гляньте, что я нашла. Посмотрите, какая прекрасная вязка. Это моя любимая шапка и мой любимый шарф с прекрасной вязкой, с обалденным цветом. И, кстати, мама ненавидит этот комплект. Говорит, что он слишком теплый для Азербайджана. Но я люблю, когда не холодно, не продувает ничего. Смотрю на свою одежду и вспоминаю себя в 14-15 лет. Ребят, я не знаю, только я одна такая была или все раньше такими были. Когда я была подростком, училась в школе, где-то, наверное, это был 7-8 класс. Я ходила в мини-юбке с капроновыми колготками. Мерзла. Россия, Саратов, минус 20 градусов. Я думала, нет. Зато я выгляжу круто. Ходила без шапки. Быстренько утром помыла голову, высушила и выходила на улицу. Все говорили, вокруг будет минингит. Мама кричала, что ой, айка, оденься, что ты делаешь со своим здоровьем. Если это были брюки, то обязательно должна была быть видна щиколотка. Мне казалось, это очень стильно. А сейчас я живу в Баку, где офигенный климат, где не холодно, не бывает минусовой температуры. Но вот, я хожу с таким шарфом, шапкой, стараюсь покупать, знаете, куртку потеплее, подлиннее, снизу колготочки, сапожки. Я еще хотела недавно перчатки купить, у меня мама постоянно ругается, мама говорит, ты леди, мы живем в Азербайджане, здесь тепло, айка, зачем ты так тепло одеваешься? Мама говорит, ты приучаешь свой организм к теплоте, и это нехорошо. Вот так вот люди меняются. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вы в 14 лет делали такие же пакости, как я со своим здоровьем. Как же полезно делать порядок. У меня здесь вот такая вот бандура с пустыми баночками уходовой косметики. Я хотела для вас снимать отдельное видео. Как вы помните, если вы смотрели, я вам снимала видео пустые баночки, декоративки, это отсняла. А это просто в конце решила не снимать. Потому что уходовая косметика, она не настолько интересная, что здесь рассказывать про какие-то кремы для рук. Даже шампуни, кстати, я не включила сюда. Вот, но я решила все это выбросить и больше не собирать пустые баночки уходовой косметики. Потому что это неинтересно. А декоративку я заново начала собирать. Уже там два средства у меня закончилось. Через год сниму для вас видео. Ну все, короче, с уборочкой закончено. Вроде все чисто, аккуратненько. Сейчас я планирую, как планировала вчера, снять для вас видео для инстаграма. Хочу снять макияж. Сейчас выберем, какой косметикой мы будем краситься. Я поняла, что я снимаю очень много материала для ютуба, но я не стараюсь для инстаграма. Поэтому я решила в неделю хотя бы два видео снимать для инстаграма. Пока что хочу залить макияж, понравится вам или нет. Даже специально открою страницу, чтобы кто не хочет подписываться, просто хочет посмотреть, как у меня получилось. Я открою, чтобы вы могли посмотреть. Вот, так что давайте приступим. Но для начала надо все это дело смыть. Я такая прыщавая, прям ужас. Смотрите, у меня уже губы трескаются. Это все из-за препарата, который очень сильно сушит кожу. Это касается и губ тоже. Они как будто после препарата стали немного пухлее и вот так вот трескаются. Сухость ужасная, хотя я постоянно просто увлажняю. Та-дам, та-дам, та-дам. Открываем наше хранилище. И берем сначала вот эту штуку от NYX. Я купила новую себе на день рождения. Здесь есть пудра, скульптор. Поэтому будем делать что-то с ней. Также возьмем тон. Вот тональные у меня лежат здесь. У меня их несколько. Давайте возьмем тоже от NYX. Что-то новое. Вот этот вот. Дальше что мы берем? Возьмем палетку от ZOEVA. Я ее обожаю. Она очень хорошего качества. Надо взять себе и большую. Тоже в одно время это был прям must-have. Всех блогеров на YouTube. Но сейчас как бы вот эти вот отзывы приутихли, так скажем. Дальше. Помада, помада. Давайте помаду тоже от NYX. Новую. Как раз протестирую. Покажу вам. Потому что сейчас скидки. Возможно, вы тоже захотите купить, увидев ее на мне. Хайлайтер. Что же делать с хайлайтером? Можно взять самое обычное от Revolution. Вот это сердечко. Почему нет? Оно просто обалденное. Короче, в общем, столько косметики я выбрала для видео. Но еще вот здесь вспомогательные моменты. Вот посмотрим, что получится. Надеюсь, что вам понравится. Хочу прям вблизи, чтобы все было видно хорошо. Знаете, так не хочется смывать макияж и показывать свое лицо прыщавое. И все там будут написать, фу, сначала надо лечить кожу, а потом наносить тональный. Вот. И как показывать? Реально стрёмно немного. Я иногда думаю, может быть, немножко нанести тональный. А потом, типа, в кадре я такая красотка. И еще тональный. Типа, у меня такая была кожа изначально. Но, с другой стороны, я думаю, нафига. Вот. Так что пойду сейчас смывать макияж. Потому что у меня макияж уже есть. Нароченные ресницы. Их тоже, пожалуй, надо расчесать. Кстати, насчет моих бровей, девчонки. Я не ущипываю брови уже, наверное, полтора месяца точно. И они у меня конкретно растут. Вы посмотрите. Правда, форма такая неаккуратная. Потому что я их не трогаю. Вообще не ссипаю. Вообще. У меня раньше они срастались. Здесь сейчас уже даже не растут. Кстати, девчонки, хочу поругать вот это вот средство. Крем-гель для умывания. Он вообще оставляет какой-то жирный блеск на лице. Вообще не понравился. Ребята, девчонки с проблемной кожей. Вообще не советую. Не тратьте деньги. Не покупайте эту ерунду. Но мне, по крайней мере, не понравилось. Короче, тут я уже установила ring light. Установила в камеру Canon. Здесь я буду сидеть. Косметика. И снимать для вас макияж, который будет в инстаграме. Надеюсь, что хорошо получится. И здесь мне помогает Twix. Twix, Twix, что ты делаешь? Хулиганьем, мой сладкий. Как я тебя люблю съесть его, хочу. Короче, я отсняла видео. Мне кажется, получилось просто ужасно. Все мои прыщи были видны. Я вообще была похожа на уродину. Но в любом случае, я это смонтирую и выложу. Так что не пишите мне, пожалуйста, плохие комментарии. Этот бардак подождет. А я сейчас пойду монтировать видео. Здесь мои розочки. Отжали. Держатся прям обалденно. Выложила видео, но комментарии так себе. Не вау, если честно. Не всем понравилось. Но ничего, я буду стараться улучшать свои навыки. Насчет бровей некоторые пишут, что сначала приведи в порядок свои брови. На самом деле, я просто их отращиваю. Поэтому я их не трогаю. Макияж у меня достаточно яркий. Специально для видео, чтобы не было все это дело бредно. А пока я все это снимала, все делала. Смотрите, как сладко спит Твикс. Твикс! Твикс! Никак не реагирует. Твикс солнышко! В общем, я здесь старалась, снимала макияж, а он просто спит. Такие вот дела. Сейчас, значит, я буду снимать для вас мукбанг. Мама приготовила такую вкуснятину. Это просто нечто. Но, мам, получается, тогда до завтрашнего дня я уже должна смонтировать рецепт тоже? Обязательно. Если я снимаю мукбанг, то я должна смонтировать рецепт, чтобы когда уже вышел мукбанг, можно было оставить ссылку на рецепт. В общем, замкнутый круг. Когда мы только познакомились с этим перцем, он меня боялся. А теперь он меня любит. Да, Твикс, ты же меня любишь? Конечно, люблю Айка, ты же меня кормишь. Видите? Искренность. Как он круто это делает. Гляньте. Это он так умывается. Ты мой чистюля! Потом мама говорит, не целуй его. Он такой чистый. Он даже свою попу облизывает. А потом я его целую в губки. Вот такую вкуснятину приготовила маме. Основа это вот такой салат. А это блины. Блины здесь со свеклой. И еще здесь с яйцом. Оформление просто нечто. Надо обязательно снять. В общем, на этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь, если вам не сложно. Мне будет безумно приятно. А я сейчас иду купаться. В общем, всех люблю, целую. Всем пока!